Уважаемые друзья, вот есть такое заблуждение, которое говорят, люди говорят, что за митинги не надо платить, да, это так правильно звучит, что кредиты не надо списывать, что мы ради идеи. Ради какой идеи? Ради идеи жить лучше, чтобы вы не были нищими, а это деньги. Вы хотите, чтобы завтра развивалась наша культура, образование, это нужно вкладывать деньги. Вы хотите, чтобы наши суды были независимыми, вы хотите, чтобы депутаты действительно работали на народ, везде нужны ресурсы, это деньги. Поэтому, когда вы говорите ради идеи, вы сами себя обманываете, заблуждаетесь. Мы все это делаем для того, чтобы лучше жить, чтобы деньги не разворовывались, эти деньги распределялись справедливо между нашими гражданами. Поэтому тот мотивационный так называемый пакет, который я озвучил, он именно на эти цели и направлен, чтобы люди понимали, что от их действий изменится система, будет свергнуть этот преступный режим. И что люди не только рискуют, но они могут получить вознаграждение от государства, от, собственно, всех граждан страны за то, что они решились на такие мужественные действия. Я хочу сейчас еще раз повторить и объяснить источник этих средств. Мы объявили в этой программе свержение режима, что вот такой мотивационный пакет, пакет приблизительно 20 миллиардов долларов войдет со стране. И у меня спрашивают, продолжают спрашивать, хотя все это написано в нашем плане и письменно, и публично я озвучивал на видео, я объяснял, что за ресурсы, откуда они возьмутся. Итак, первое. В нашем национальном фонде общие национальные резервы составляют около 90 миллиардов долларов. Первое. Второе. Только активы Нурсултана Назарбаева и его близких родственников минимум составляют 200 миллиардов долларов. Третье. Этот режим во главе с Нурсултаном Назарбаевым крадет ежегодно минимум 30 миллиардов долларов. Поэтому этот пакет мотивационный в размере 20 миллиардов долларов мы найдем немедленно. Более того, как только заработает временное правительство, в бюджет страны увеличится поступление налогов. Потому что мы возьмем под контроль контрабанду. На границе с Китаем и с Казахстаном, вы знаете, идут контрабандные потоки, которые контролирует Булат Назарбаев. И разница между таможенными декларациями Китая и Казахстана составляет минимум несколько миллиардов долларов. То есть вы понимаете, что минимум 2 миллиарда долларов утекает в карманы Булата Назарбаева. И таких примеров можно привести много. Я вам говорю, что ежегодно утекает минимум 30 миллиардов долларов. Поэтому эти 20 миллиардов долларов, которые мы немедленно направим на поддержку наших граждан, после того, как к власти придет временное правительство демократического выбора, именно временное правительство сроком на полгода, мы эти ресурсы можем без проблем направить на решение неотложных проблем. Какие? Первое. Мы предлагаем списать все потребительские кредиты. Сумма сейчас озвучиваема официально государственными органами. Это порядка 5,7 триллионов. Эти кредиты оформлены почти на 7,5 миллионов человек. Почти 7,5 миллионов человек. Считайте, что у каждого есть кредиты. И эти кредиты будут списаны. Это порядка 13 миллиардов долларов. Меня задают вопросы, а что будет с ипотечными займами. По этому поводу я говорил следующее, что все другие программы социальные, в том числе и специальные ипотечные займах, они относятся к программам демократического выбора Казахстана. В течение 6 месяцев партия ДВК тоже пройдет регистрацию, как все другие партии в Министерстве юстиции, озвучит свои программы, те, которые вы уже многие знаете. И в этих программах как раз есть программа по списанию ипотечных займов. И мы их просто выдвигаем как программу ДВК. Если наши граждане нас поддержат, если партия ДВК победит на выборах, которые состоятся через полгода, с момента свержения режима, то тогда, как только партия ДВК побеждает на выборах, формирует правительство, вот с этого момента, считайте, будут списаны и ипотечные займы. По модели, которые мы ранее озвучивали.